Привет, друг! Не забудь подписываться на группу ВКонтакте. Заходи, смотри, и ты увидишь здесь много интересных постов о космосе, о новостях космоса. Также мой редактор, человек, очень старается, создаёт красивые посты с музыкой, со скринами, с моими видеороликами новыми, и также многими-многими другими интересными новостями. Подписывайся на группу и будь в курсе последних новостей. Ну а теперь приступаем к видосу. Погнали! Дорогие друзья, с вами LG. Я вот недавно выздоровел, поэтому ролики выходили так непериодично. Значит, мне предложили в комментариях, возьми, говорит, газовые гиганты все, и попробуй сделать их все звёздными. Давайте мы этим сейчас займёмся. Так, начнём, пожалуй, с Юпитера. Извини, ребят, буду кашлять, но ничего с этого не поделать. Если всё время паузу нажимать, как-то дичь какая-то произойдёт. Так, значит, давайте сделаем ему как следует массу, скажем, 80 Юпитеров, да? Ему вполне будет достаточно 80 Юпитеров, чтобы загореться. Температуру... Ну, сойдёт. Такая сойдёт. Так, значит, дальше Сатурн. Сатурн у нас в Юпитерах 78. Не хватило. А если сделать температуру? Горяченький? Ай, горяченький, но не загорелся. 82. Не, ну тогда получается как бы звезда, которая уже горячее, чем Юпитер. Ну, нет, давайте тогда Юпитер будет 110 своих размеров. Так, этот 82. Уран меньше Сатурна, значит, 81 пускай будет. Масс... Нет, 81 масс Юпитера, я хотел сказать. Так, ещё одна. Не загоревшаяся звезда нашей Солнечной системы. 600. Ну, вряд ли она загорится, кстати говоря. Давайте хотя бы 1100 сделаем. Так, и Нептун. Ну, Плутон тоже как бы газовая планета, но там... Настолько промёрз, что даже вообще его ничего не спасёт. Так, ну и этот делаем ровно 80 Юпитеров. Стоп, а этот я сколько сделал? 81, правильно. Это значит 80. Температуру делаем. Давайте отличную сделаем. 3000 сделаем, как у Солнышка. Так, соответственно, светимость в Эль-Санс, значит, у Нептуна пускай будет светимость. Это для, чтобы на температуру планета тоже влияла. Светимость пусть будет 0,5. Так, у Урана светимость пускай будет 0,7 солнечных. У Сатурна пускай будет 0,8 солнечных, да? И Юпитер пускай будет в 0,97 солнечных температур. Итак, смотрите, какие прекрасные звёздочки. Нажимаем пуск, смотрим. Что у нас сейчас начнёт происходить? Температура на Марсе. Пока что никаких видимых изменений не происходит. На Солнце сейчас влияют уже ещё 4 звезды. Сейчас произойдёт какой-то просто... Нет, ну, по-любому, столько звёзд в одной системе существовать не может, вы сами понимаете, ребят. Сейчас будет происходить что? Сейчас начнётся вообще полный... Всё, а пояс астероидов полностью разрушается. Церера делает гравитационный манёвр и улетает с дикой скоростью. Из солнечной... Нет, нет, не улетает, надо же. Ну, в конце концов, мне кажется, она разовьёт достаточную скорость, чтобы вылететь из солнечной системы и отправиться вслед за вояджерами. Итак, та-да-да-да-да-да, что ещё происходит у нас? Так, красиво. Так, Марс, значит, температуру свою вообще меняет катастрофически. Я не знаю, там, что с её осью вращения происходит, но это какой-то кошмар, наверное. Так, самое интересное нам Земля, конечно же. Земля очень сильно нагревается, 25 градусов на Земле уже. Вот, скорее всего, это разделится, что я хотел сказать, на две свои системы, потому что не может столько звёзд вместе летать Вот, ну хотя посмотрим на самом деле Так, Сатурн Давайте смотреть, Motion Stronger Attacker, Sun У этого солнца, у этого солнца, у этого солнца Так, ну, во-первых, давайте для красоты на это надо посмотреть Земли, по-любому Ох, как она освещается-то О-о-о Итак, ребята, ночи практически нету, только вот здесь в какой-то короткий промежуток времени будет ночь на планете, да Всё, в остальное время будет очень тепло Так, ну давайте посмотрим где-то вот из Европы Из Европы где-то, ох, как она освещена-то, а Где-то из Европы, если посмотреть Так, вот солнце Потом, если посмотреть ещё вот туда Вот тут видно ещё одну звёздочку Нептун Видно Всё, больше ничего не видно Нептун 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 Нет, всё, больше ничего не видно с планеты сейчас Итак, продолжаем Пуск Итак, значит Пояс астероидов, который находился за Марсом, просто его разнесло в клочья Он уже Совершенно не тот, что был раньше Вот этот астероид таки набрал какую-то скорость Или нет? А, нет, это у неё орбита такая Мне просто показалось Так, что линия Западает Итак Но пока что, ребят, как вы говорили Никакой особой таки вот вакханалии происходить не произошло Не началось Он может, конечно, немножко притормозить, чтобы такое не было Так, там всё бешено крутится Так, Юпитер Нептун Он вокруг себя Собирает все вот эти вот маленькие камушки И запуливает их в космос За дикой скоростью Вот Не оставляя никаких абсолютно надежд Ни на что Ни одной планете Итак Что, взрыв сверхновый-то хоть один произойдёт Так, нам, конечно же, интересно посмотреть, что будет с планетами Так, Земля 20 градусов Меркурий Охладился Венера И пофигу вообще Марс И всё ещё не готов Для заселения Для заселения я Так, ну это, значит, слишком неинтересно, да, получается Давайте делаем, значит 200 Юпитеров эту звезду Так, эту звезду мы делаем 300 Юпитеров Ну всё, уже начинаем развлекаться, ребят Сами видите, да 400 Юпитеров Собственно, так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп Что-то сейчас будет с Марсом, ребята Простите Так, что-то сейчас с Марсом будет Уже 92 температура на нём поверхности Он весь красный, смотрите Как он в свете красной звезды стал ещё краснее, а? Вы видите это? Вы видите? Вот Юпитер Вот горящая красная звезда Вот такая вот С термоядерными взрывами Так, давайте уменьшим скорость Немного И посмотрим Так, Марс напрямую летит Делает гравитационный оборот вокруг Юпитера И выходит на новую орбиту По которой он будет вращаться Как вы можете заметить У меня есть подозрение Что он вылетит из Солнечной системы Так, дальше что? Смотрим Земля 17-18 градусов Венера 500 градусов Так, и Меркурий 200-100 190 Меркурий, конечно Себя начинает вести уже совершенно по-другому Так, здесь что? Ничего интересного пока что Во внешней Солнечной системе не происходит Продолжаем наблюдать Так, Марс вышел на новую орбиту Он теперь еще дальше от Солнца Вот, то есть ему не теплее стало Но все равно в любом случае Нет, стоп-стоп-стоп-стоп Здесь сейчас будет еще один У Марса будет сейчас еще один гравитационный маневр, ребята Смотрите, вот он сейчас приближается к Юпитеру еще Вот, у него сейчас еще одно будет Эпичный разворотик Так Ну давай, давай, пошла жара Итак, Марс совершил Все-таки гравитационный маневр И просто устремился В плоскости Нафиг из Солнечной системы Со скоростью 166 км в секунду Все, ребята В нашей Солнечной системе Марса больше не существует ЦРР, кстати, уже по аналогичному принципу летит Сами можете видеть Седна Седна тоже улетит Так Так же, как улетело уже довольно много астероидов Можете посмотреть, смотрите, сколько их улетело уже Раз, два, три, четыре, пять Шесть, семь, восемь И вот еще два Восемь астероидов уже улетело в космос И Марс еще Так, ну здесь сейчас будет еще один оборот Сатурна вокруг Юпитера И тут же и Солнца Так, земелька На Земле 31 градус Ну, как-то не очень, знаете Мне бы скорость увеличить Ребят, никак нельзя, нет? Господи, как тормозно играть в этой Системе все-таки Так, не, ну Марс, конечно, летит с шедевральной скоростью просто Он летит быстрее Voyager сейчас, ребят Так, Венера, Венера, Венера перешла на новую орбиту Венера теперь является у Сатурна Крешом, да, летает вокруг Сатурна Сами можете заметить Так, значит, еще что здесь произошло? Ну, потому что здесь произошел вот такой оборот Сатурна Так, дальше смотрим Что здесь? Солнце Меркурий И Земля, конечно же, нам это интересует Земля 77 градусов, ребята Но люди еще держатся Даже Гренландия еще не растаяла до конца, наверное Но произошел уже подъем Основной, наверное, ввод Мирового океана Давайте посмотрим Вот так вот можно смотреть Ну нет, еще ничего особого не произошло Температура 85 градусов в среднем уже Все, начинает осушаться, ребят Земля 144 градуса Но, кстати говоря, нет Вот и она охлаждается, в принципе Сатурн Это Сатурн, ребята А, кстати, где Венера? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Так, ну Марс, конечно, летит быстрее всех Вояджеров сейчас Он их, наверное, даже и догнал бы Ну ладно Так, где Венус, ребята? Ctrl-F Я не могу найти его Вот он, раскалённый до красна А, вот он вращается прямо рядом Полторы тысячи градусов Вращается прямо вокруг Сатурна Понятно всё Так, Земля Короче говоря, она очень сильно нагревается Вот, но это в том случае, если, конечно, они будут превосходить массы солнца вообще Ну, массы свои будут превосходить 300-400 и более раз Уран, допустим Уран вообще просто вращается вокруг Пока что его ничего не ебёт Сами видите Так, ну и давайте до вечи уж чё там Чтобы фигнёй не заниматься Возьмём сейчас с вами Какую-нибудь планетку Вот, скажем Такую небольшую звёздочку, скажем, да Так Ну и запулем её куда-нибудь вот сюда Так Ну это так, знаете Для этого Для улучшения, так сказать, самооценки Так Я теперь хочу посмотреть на эту красоту земли Где наша высушенная земля, ребят? Где наша высушенная земля? Вот она Вот земля 748 градусов Ну офигеть Так, давайте присядем на неё Блин, вся в лаве, вся раскалилась Ёбаный в рот Вот это здорово я взял Просто смотрите Вон там Меркурий Раскалён 810 Вот там Нептун 2700 А, ну это солнце Так, ну вот эта звезда, конечно, меня радует Ну ладно Кстати, ещё мы сейчас проведём с вами один эксперимент Очень Интересный Давайте Пока увеличим Так, самое интересное Что я не хочу увеличивать Меньше скорость симуляции Давайте сделаем вот так Просто Сделаем ему скорость Ну не 30 метров в секунду Ну чё, как лох, да? Да, да Чё, да? Чё, лох? Тысячу Ну хотя бы тысячу Я не знаю там Блин Ну ладно, окей 3К Тебе нормально будет Итак, мы можем теперь понаблюдать Что будет происходить Это будет просто поглощение дикое Анторез, если будет пролетать сквозь солнечную систему По-моему, Саша уже делал такую симуляцию Ну, я как бы так заодно, знаете Блять Ну давай, лети Лети, мой хороший Красиво пролетел 3000 6000 Много он за собой утащит Просто интересно Ну нет, он с собой, кстати, почти ничего не утащил, ребят Как ни странно Вот, но однако К стерминатусу он устроил веселые довольно На земле и вообще везде Земля, конечно же, уже остыла Ну вот такая вот она сейчас Зеленая какая-то Что это вообще с ней? А, это подождите Это она покрывается водой Ребят, она водой покрывается Смотрите, только она просто в свете Пяти звезд так выглядит Вот здесь люди думают, что ночь Но на самом деле просто Освещаете ураном Освещается ураном Не освещается, ребята А освещается Если что, так Еще кто-нибудь подумает неправильно Так, ребят, ну что В принципе, мы с вами попробовали Что-то я еще хотел сделать Какую-то симуляцию А, да, вспомнил Давайте загрузим Новую солнечную систему Без астероидов Чтобы они нам не мешали Собственно, что я хотел попробовать Вы все прекрасно знаете Что такое светимость, да? Вот, если мы сейчас возьмем И скажем Светимость солнца Увеличим просто в два раза Не температуру солнца А светимость То есть, соответственно Зоны обитания солнца Увеличиваются тоже в два раза То есть, вот смотрите Просто чисто для красоты сейчас И Земля, и Меркурий Сейчас находятся Уже в необитаемой зоне На Земле 54 градуса температура Марс 70 Марс 70 Летом Да, заметьте Летом Марс 70 Это если солнце будет В два раза ярче светить Чем сейчас Зимой на Марсе будет До 30 опускаться Зимой на Земле 84 Ну, горячо, на самом деле Тут без комментариев Так, Венера Хорошо Так 96 А теперь давайте представим Что если солнце Скажем, начнет тухнуть Тухнуть, тухнуть Потихонечку, да Скажем, сделаем ему температуру Ну, 1200 Да Вот такое солнце у нас будет Вот Да Вот такое солнышко Но и светимость у него будет Уже гораздо меньше Только давайте Это уже в новой симуляции Сделаем еще раз Так, берем солнышко, ребят Делаем ему Температуру 1200 Красный Красная звезда, да Уже Такая вот И, соответственно Светимость в солнцах У нас снижается Скажем, до 0 4 То есть Как там было написано До 0,4 Она будет снижаться Так, и снова делаем Красный янт Итак, и теперь наблюдаем В принципе, что происходит Хотя нет На этом, дорогие друзья Все Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok